приветствую всех дамы и господа рыбаки не очень сегодня сегодня я снова собираю моллюсков копаю моллюсков ракушку под названием спизула кто-то называет спизула мне удобнее спизула я не вижу принципиальных различий сегодня несмотря на то что день будни сегодня много народу ее копает там куча машин там куча машин сейчас люди немного людей поубавилось все понесли свой улов на берег вот и поэтому я не стал снимать сам процесс собирания этих ракушек кому интересно на моем канале есть видео об этом ссылку на него я оставлю в описании вот в этом коротеньком видео я покажу вам свой сегодняшний улов покажу как открыть эту ракушку покажу что находится внутри этой ракушки ну собственно ради чего ее копают я когда приехал утром сюда был абсолютный штиль но вот буквально часика через за три поднялся легкий ветерок и вот такая вот рябь и возможно даже появится большая волна возможно но я закончил сбор поэтому мне как бы уже не принципиально как я уже сказал часть людей уже закончили копать потому что закончился отлив и сейчас вот уже начинается прилив я просто мельком покажу вот здесь очень много людей машин вон еще копают техника ездит машины на берегу стоят в общем людей хватает вот он мой сегодняшний улов ну не сказать чтобы прям большой но и не маленькие не маленькие опять же людей достаточно много сегодня и я так подозреваю что в этом месте передо мной куча народа прошло с вилами потом я прошелся потом после меня еще пройдутся завтра и послезавтра неделю назад здесь копали месяц назад копали в общем так что учитывая этот эти факторы улов вполне себе неплохой давайте мы сейчас его поближе рассмотрим я вынесу его на берег так как здесь под берегом вода достаточно достаточно мутная и посмотрим так наверное будет лучше видно я сейчас отнесу вилы в машину и переоденусь потому что в костюме я уже спарился невозможно и продолжим так я переоделся сегодня несмотря на то что пасмурно довольно таки тепло я бы сказал даже душно я думаю больше двадцати градусов точно поэтому если в кадре будут мелькать маги кальсон и я прошу отнестись к этому с пониманием вот такие вот экземплярчики неплохие сегодня попадались вот такие мелкие и цвет другой возможно я подозреваю вот спорить не буду я не очень сильно увлекаюсь этой темой возможно это разные ракушки у нас периодически возникают споры какая ракушка как называется для меня допустим разницы нет я их называю с пизулами мактры там или еще как как то они по правильному ну я не вижу смысла на это делать акцент вот такого цвета бывает вы знаете те кто постоянно вот очень часто занимаются сбором ракушки кто много их употребляет или на продажу те вообще их называют просто ракушка и в разговоре допустим когда люди друг другу говорят вот мы были там то там то ездили туда-то туда-то за ракушкой все уже понимают за какой именно вот за этой просто ракушка вот у нас она вот так и называется поехать за ракушкой туда-то накопать ракушку там-то ну можно конечно уточнить там за спизулой за спизулой ну как правило люди понимают друг друга с полуслова за ракушкой да с ведерком конечно я не очень угадал ну скажу честно я не рассчитывал столько на собирать я думал вот буквально немножко ведерко взять и достаточно но вы понимаете как все она бывает вот так вот незаметно увлекся и немножко лишнего насобирал конечно же все это будет съедено я ни в коем случае не буду это выбрасывать это все пойдет в дело и я найду куда сейчас ее положить это не проблема кстати я сейчас заметил что одна из них вот это вот шевелилась она высовывала свой язык видимо пыталась пыталась закопаться в песок вот она вот видите раз спрятала свой язык ну ка я предлагаю ну пока я буду заниматься этой ракушкой давайте вот ее сюда положим а потом я ее сниму посмотрим как она себя поведет начнет ли закапываться вот вот так вот никуда она не убежит никто ее не тащит чуть попозже мы на нее обратим внимание посмотрим что с ней произойдет есть вероятность что она начнет закапываться может быть и нет я не знаю посмотрим она шевелится вон язык свой высовывает и пытается уползти смотрите смотрите пытается уползти ну не то чтобы уползти она пытается наш чувствует песок воду она пытается закопаться но она лежит на сетке конечно же она не сможет закопаться смотрите смотрите давайте ее положим на песок как наиболее активную потому что вон то смотрю но язычок высунула но не хочет закапываться давайте вот так сделаем и понаблюдаем но я попозже их подойду и сниму посмотрим что из этого получилось спрятала свой сифон ну конечно я ее уже напугал она закроется сейчас и не будет подавать признаков жизни он он видите сифон торчит ну ка вон он об спрятался да как только к ним прикасаешься они тут же захлопываются тут мало воды вот они створки слегка приоткрыли и все не шевелятся и не пытаются не закопаться не убежать еще одно я положил решил поглубже положить посмотрим что с этой будет я обещал показать как открыть эту ракушку и что внутри находится вот если вы смотрели видео на моем канале у меня есть видео где я собираю устрицу так вот там чтобы открыть саму ракушку самого малюска малюска нужно приложить немало усилия там настолько плотно створки прикрыты что ну достаточно тяжело меж между них воткнуть нож чтобы открыть малюска в этом случае створки практически всегда слегка приоткрыты и поэтому ну можно без труда вставить туда лезвие ножа вот и у этой ракушке так называемые но мышцы которые держат две створки находятся с двух сторон вот примерно вот здесь вот и вот здесь вот и чтобы открыть эту ракушку нам нужно всего-навсего их перерезать и сейчас я вам покажу как это сделать вставляем нож ну вот как вам удобно об она почувствовала сразу раз захлопнула створки ну и раз подрезали я уже прямо чувствую тактильно что вот это вот напряжение она ослабла и то же самое вот с этой стороны надо сделать все очень легко и просто и ракушка уже открылась но единственное нужно так называемую мантию она крепится непосредственно вот к створкам подрезать ножом и так и так Для тех, кто живет далеко от моря, для тех, кто, ну, в общем-то, никогда этого не видел, зрелище может быть немножко неприятным. Содержимое ракушки я вам показываю, пожалуйста, как оно выглядит. Согласитесь, не очень аппетитно, но тем не менее, вот ради этого мы и собираем эту ракушку, и это вот кушаем. Вот как кушать, как готовить, это уже совершенно другая история. Может быть, как-нибудь мы об этом поговорим. К сожалению, я просто пропустил удивительное зрелище, дамы и господа. Смотрите, смотрите, что она делает. Смотрите, вот когда я записывал предыдущий ролик, она издала звук, она вот так вот лежала, она какой-то непонятный звук издала, и вот так вот перевернулась. Смотрите, и начала закапываться. Я просто вот поздно схватил камеру. Смотрите, ее практически нет. Вот эта закопалась сама, и вот эта вот. А где она? А, смотрите, я опять опоздал. Вот, она лежала, ну, просто лежала, перевернулась, и за считанные секунды она сама закопалась. Эй, подруга, может быть, ты снова продемонстрируешь? Так, а ты... Так, ты тоже вылазь? Я тебя не отпускал. Опа! Я тебя не отпускал. Ну-ка, братцы, идите-ка сюда. Кусочек травы вот этой вот будет для меня ориентиром, чтобы понимать, где вы вообще находитесь. Мы вернемся к этим ракушкам немножко позже, но, к сожалению, я не могу вот так вот с камерой караулить их. Так, когда они перевернутся и начнут закапываться, я вам покажу. Давайте еще разок попробуем. Вставляем нож. Ну, вот сейчас, конечно, да, она уже почувствовала неладное, и немного створки захлопнуло. Хотя, в общем-то, без труда можно просунуть лезвие ножа. Так, просовываем. И слегка надрезаем. Все. Одна сторона у нас надрезана. Просовываем. И слегка раз надрезаем вторую. Все, ракушка у нас открылась. Теперь ее нужно отделить ножом вот от этих раковин. Вот такими движениями. Раз, раз, раз. И, пожалуйста, Как говорится, кушать подано. Помимо термообработки допускается употребление этого моллюска и в сыром виде. Ну, как именно, я уже сказал, это совершенно другая история. Пожалуйста. Человек непосвященный, наверное, и подумать не может, что это можно кушать. Но, тем не менее, да, вот это мы кушаем, это мы кушаем. Вот, вот, вот. Прошло несколько минут. Они не поменяли своего положения. Они вот только, вон, язычки вот-вот высунули. Вот пошел процесс. Можно, может показаться, что Она шевелится за счет волны, но нет. Вот, вот, вот. Это именно она. Вот, вот эта вторая начала. Именно вот этой ногой мы называем эту ногу языком. Она совершает какие-то движения. И вот, смотрите, она Начала закапываться. Скажу честно, вот, лично я Ну, я достаточно редко за ними выбираюсь. Лично я вижу это впервые. Я слышал о том, что вот они именно так закапываются. Но, чтобы видеть, я вот впервые именно с вами это вижу. Смотрите, считанные секунды. И они уже практически полностью исчезли в песке. Удивительно, удивительно, просто удивительно. Такая вот крупная, да, ракушка, казалось бы. Но вот как? Как? Все, ее нет. Еще пару движений, и мы их даже не сможем найти. Все. Закопалось. Так. Нет, братцы, так дело не пойдет. Я вас не для этого выкопал. Пойдемте в мешок и ко мне домой. Приглашаю на ужин. Собственно, это все, что я хотел вам сегодня показать, дамы и господа. Я не рассчитывал снимать большое видео. Надеюсь, какие-то моменты вам покажутся интересными. Как обычно, увидимся на моем канале. Всем удачи. Ну, а я сейчас тут закончу. Соберу свой улов, свою добычу и поеду домой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!